Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас обзор новой тональной основы от Lancôme, которая называется Taint Idol Ultra Wear Nude. Эта тональная основа только-только появилась на прилавках, и как только я ее увидела на Натина, сразу же схватила, потому что мне было интересно ее протестировать. Ох, мнение у меня по поводу этой тональной основы явно неоднозначное. И вы знаете, стоило мне ее несколько раз потестировать, и я начала понимать песни Арии. И ненавижу тебя! Ну что ж, давайте приступать к ее обзору. Начнем, как всегда, с фактов. У этой тональной основы нестандартный объем, 40 мл, но это было сделано потому, что у нее очень тонкая жидкая консистенция. Тем не менее, все мы знаем, что производитель не обязан увеличивать объем, независимо от того, какая консистенция. На рынке огромное множество тональных основ с такой текстурой, но тем не менее, там стандартные 30 мл, и производители с удовольствием тебя подсаживают на эту тональную основу, и ждут тебя с распростертыми объятиями, когда она у тебя закончится. А закончится она очень быстро. Также тональная основа сделана во Франции, и ее срок годности 12 месяцев после открытия. Оттенок я себе взяла 10 Beige Porcelain. Я хочу сейчас вам с официального сайта Lancome зачитать, что они нам обещают, для того, чтобы вы по ходу дела сразу могли проверить, насколько это соответствует действительности. Небесомая дышащая текстура, помещенная в удобный портативный флакон, создает эффект второй кожи и обладает максимальной стойкостью. Она была разработана специально для женщин, которые любят макияж без макияжа, и нуждается в эффективной формуле, которая бы эффективно работала от рассвета до заката. Эффективной формуле, которая бы эффективно работала и была очень эффективной. Tainted Doll Ultra Wear Nude обладает широкой палитрой оттенков, дает легкий матовый тон, который выглядит как ваша собственная кожа и сохраняет стойкость до 24 часов. Вот такой вам небольшой спойлер. Вы знаете, это тот редкий случай, когда я практически совсем согласна. Внешний вид этой тональной основы, ну, скажем так, не слишком люксовый, потому что это обычная такая пластиковая бутылочка. Здесь нет помпы, здесь вот такой вот носик. Но в то же время для этой текстуры, мне кажется, это работает очень неплохо. По поверхностному обзору у меня все, а теперь давайте переходить к нанесению. Я сегодня за утро пью уже вторую чашку кофе, поэтому я сразу заранее извиняюсь, если я буду немножко взбудоражена. Кстати, это видео я снимаю в понедельник, и мне буквально на днях попалась в инстаграме такая картинка ржачная. Там такой как разворот ежедневника и дела на понедельник. И чекбоксы стоят такие кофе, 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 кофе. Вот это я просто каждый понедельник. Или кого я обманываю? Это на самом деле я каждый день. И так как два дела я уже сделала, пора бы сделать и третье, то есть снять это видео. Перед тем, как наносить эту тональную основу на лицо, ее нужно хорошенько встряхнуть. Встряхнись, дорогая. И для меня самый удобный способ ее нанесения это вот такой вот инстаграмный метод, потому что тональная основа очень жидкая. Вот она реально такая, как вода. И куда бы ее ни нанес, она с этого места начинает очень быстро убегать и в то же время немножко подсыхать. Поэтому если вы нанесете там, к примеру, на палитру или уж не дай бог на руку, то это все очень быстро начнет засыхать. Потому что текстура действительно очень тонюсенькая и быстро это все схватывается. Поэтому можно вот так вот сейчас не разговаривать, а просто-напросто наносить это на лицо. Тональную основу я полностью нанесла. И как бы мне сейчас не хотелось этого признавать, но лицо у меня сейчас достаточно близко находится к совершенству, ну, по крайней мере, к самой идеальной версии меня, которая только возможна. Почему мне не хочется этого признавать, я вам чуть позже расскажу, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Это натуральный финиш, не слишком матовый и не слишком сияющий, а вот именно такой настоящий натуральный. Покрытие при всей этой текстуре водички я бы сказала, что среднее. В принципе, с большинством недостатков на лице эта тональная основа справляется. Единственное, если есть какие-то пигментные пятна, не рассчитывайте на то, что они перекроются, или просто какие-то более темные участки, например, какой-то остаточный прыщик, который когда-то был, но уже зажил. У меня, например, вот два товарища вот здесь сидит, и мне нужно будет дополнительно их перекрывать консилером. А так, по большому счету, кроме остального макияжа, здесь вот делать нечего. Сейчас обрадуются те, кто терпеть не могут липкость на лице после нанесения тональной основы. Здесь вот прям все, как в ваших мечтах. Тональная основа абсолютно вот просто ни на грамм, ни липкая. Она превращается, ну, блин, вот в вашу кожу. Вот по-другому я этого не могу объяснить. Такое впечатление, что у меня вообще ничего не нанесено, то есть нет ни ощущения ни липкости, ни какого-то слоя на лице. То есть все максимально просто вбилось вот как будто в поры, и вместе с моей кожей соединилось, и создало какой-то идеальный союз. Что касается текстуры лица, то здесь, наверное, слегка она ее сглаживает, потому что я смотрю на свой нос, и у меня поры здесь были гораздо более заметными до нанесения тональной основы, а сейчас все как будто немножко сгладилось. Что касается вот этого вот участка, ну, здесь вот каких-то особых изменений я не вижу. Вы знаете, что в последнее время меня достаточно сложно впечатлить, но эта тональная основа все-таки смогла это сделать. И давайте я сейчас полностью закончу макияж, и мы с вами еще более конкретно поговорим о ее составе. Сравню ее также с несколькими другими, которые у меня фавориток. Ну что ж, макияж я закончила, и вынуждена признаться, он мне, конечно, очень нравится сегодня. Кстати, небольшая новость. Если вам интересно, как я сделала этот макияж, то он есть у меня в IGTV. Если вы не знали, то я с недавнего времени начала снимать видеоуроки по макияжу, и я их выкладываю не сюда на YouTube, а в свой Instagram. Поэтому заходите в мой профиль и ищите эти уроки там. Изначально, когда вы только заходите в профиль, там вот можно увидеть квадратную вариацию, скажем так, этого урока, обрезанную Instagram. И видео это длится только одну минуту, но это как превью. Если вы нажмете в нижний левый уголок, там такая подсказочка, перейти на IGTV, вот если вы туда нажимаете, то вы сможете посмотреть весь урок от начала до конца. Я знаю, что вы часто меня просите показать, как я делаю какой-то макияж, особенно если вас интересует какой-то конкретный макияж из каких-то моих видео. Подписывайтесь на Instagram, потому что там в ближайшее время очень часто будут появляться такие видео. А что касается этой тональной основы, то вы знаете, мне нравится в ней абсолютно все, что касается ее декоративного эффекта на лице, как она лежит, как она выглядит, как она держится. В общем-то, к ней вот просто ноль претензий, за исключением одной единственной. К сожалению, у этой тональной основы в составе на четвертом месте находится денатурированный спирт. А если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что я стараюсь избегать этот компонент для своей кожи. Но в то же время, если для вас это абсолютно никакого значения не имеет, у вас более комбинированная кожа, вы никак не реагируете на спирт, тогда, конечно же, я вас от покупки отговаривать не буду. Но моя кожа, к сожалению, этот спирт чувствует, потому что, как бы все прекрасно сейчас не выглядело на поверхности, под всей вот этой великолепностью, снизу моя кожа просто скукожилась, ссохлась и кричит «Вады! Вады!». И вот что, кстати, интересно. Вот внешне абсолютно не скажешь, что у меня кожа пересушена. То есть я сейчас смотрю на себя в зеркало, я вижу такой сияющий эффект, как будто моя кожа естественным образом излучает все это благородство. Но на самом деле действительно есть вот это ощущение сухости и стянутости довольно неприятное. И я уже неоднократно пробовала эту тональную основу. Я наносила и на увлажняющий крем, и на питательный, и на праймер. В общем-то я пару раз пробовала разные варианты, но тем не менее исход для меня лично всегда один. Я хочу сейчас тоже сравнить эту тональную основу с двумя моими фаворитами. Это YSL Тушекла All-in-One Glow и Estée Lauder Double Wear Nude. Вот я бы могла их расположить как-то приблизительно вот так вот. Если вам нравится чувство увлажнения, тогда я вам однозначно рекомендую YSL, потому что именно эти ощущения она и дает. Она достаточно сильно сияющая, но в то же время это сияние не такое, как жирный какой-то некрасивый блеск, а именно такое дорогое свечение кожи, как будто после косметолога вы только вышли. Стойкость у нее не самая феноменальная, но в то же время, вот я даже недавно говорила со своей подругой, она попробовала эту тональную основу, у нее кожа комбинированная. И она сказала, что у нее даже когда она начала блестеть, она говорит, я прохожу мимо зеркала, вижу блестит, ну блин, блестит красиво. И эту тональную основу я не рекомендую тем, кто не любит ощущение влажной кожи на лице. Вот эта тональная основа, это ощущение дает. Estee Lauder это что-то среднее между YSL и Lancome, потому что она тоже дает натуральный финиш, у них у всех приблизительно одинаковое покрытие тоже. Единственное, Estee Lauder, наверное, все-таки ближе к сияющему финишу, нежели к матовому. Вот эти две тональные основы по своей текстуре очень похожи, потому как они наносятся, тоже они очень похожи. Единственное, вот эта, все-таки, на мой взгляд, сливается с кожей немножко лучше. То есть после ее нанесения действительно создается ощущение, как будто, ну вот просто вообще ничего на лице нет. Но чем конкретно для меня выигрывает Estee Lauder, это тем, что состав ее меня гораздо больше устраивает, здесь нет спиртов или каких-то ингредиентов, которые я бы хотела избегать, и она мне абсолютно не дает вот этих ощущений сухости. Сейчас, грубо говоря, 2 часа дня, нанесла я ее где-то приблизительно около часа. И давайте, наверное, сразу же и посмотрим, как она выглядит при дневном освещении. И я вот здесь даже немножко переживаю, очень надеюсь, что камера сможет показать то, что видят мои глаза в зеркале. Ну, в любом случае, вы можете посмотреть сами, открыть другие тональные основы, сравнить результаты и выбрать, что вам нравится больше. Ну и давайте еще посмотрим стойкость на протяжении дня. Сейчас вы видите кадры в начале дня, а также в конце дня. И, на мой взгляд, особо большой разницы нет. Да, возможно, слегка видны следы разрушения этой тональной основы. Возможно, где-то местами лицо чуть-чуть больше начало блестеть. Но в то же время, что в начале дня, что в конце дня, результат очень похож. Поэтому я вполне могу здесь согласиться, что это стойкая тональная основа. Что меня особо порадовало, это то, что даже при том, при всем, что я ощущаю как бы дискомфорт на лице, но внешне это никак не проявляется абсолютно. Эта тональная основа не заваливается в морщины, не подчеркивает эти морщины, не подчеркивает шелушений, не находит шелушения там, где их раньше не существовало и не создает их на ровном месте. То есть она действительно украшает лицо, убирает проблемы и не создает никаких новых. Что я могу сказать в заключение? Вы знаете, мне бы хотелось гораздо больше ненавидеть эту тональную основу, но я, к сожалению, не могу. Она может подойти тем, у кого более комбинированная, или может быть даже немножко и жирная кожа. Однозначно, это не будет мой выбор на каждый день, потому что я просто не смогу переживать эту сухость каждый божий день, но тем не менее, куда-нибудь может быть на выход. А подходит ли все вышеперечисленное конкретно вам? Ну, это только вам и решать. А у меня на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, то обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом видео через несколько дней.